Всем привет, народ! Спасибо вам всем огромное, кто посмотрел мое предыдущее видео, которое я снимала вместе с Олей, и кто из вас оставил положительный, добрый комментарий. Во-первых, ваши комментарии это было очень-очень ценно, во-вторых, ваш положительный фидбэк меня подзарядил энергией еще снимать видео с Олей. Так что вообще нам было безумно-безумно классно снимать вместе, мы насмеялись, вы не представляете, мы просто до слез смеялись. Конечно, мы пару видео стерли, потому что на мой вкус они у нас не очень вышли. Но мы снимали первый раз, и для первого раза, по-моему, у нас это получилось супер, поэтому спасибо вам всем огромное за ваши положительные слова. Ребята, вы у меня самые лучшие. Сегодня я вам хочу рассказать, поскольку мы уже в зиме, поскольку у нас началась зима, сегодня я вам хочу рассказать о своем уходе за кожей зимой. Сейчас, я не знаю, насколько видно, у меня кожа в последнее время очень проблематичная, я об этом говорила во влоге, который, кстати, был вчера-позавчера, как это, 16-го числа, в общем. Если вы еще не смотрите мои влоги, то я вас приглашаю зайти на свой канал влогов. Ссылка всегда есть в инфобоксе внизу. Сейчас Израиль и праздник Ханука, и я снимаю на протяжении всего праздника Хануки каждодневные жизненные обыкновенные влоги, так что, кому интересно, я вас приглашаю. И, в общем, во влоге я вам тоже сказала, там как раз хорошо все видно, что у меня все лицо в пятнах, в таких разных высыпаниях, потому что у меня очень-очень-очень много стресса на работе, и у меня привычка лапать своими руками свое лицо, что это самое ужасное, что я могу делать для своего лица, поэтому, девчонки, кто младше меня, смотрите на меня и не делайте моих ошибок. Я думаю, что взрослее меня люди знают, что такого не нужно делать. В общем, и в связи с этим стрессом, в связи со всем, у меня лицо, если честно, в ужасном состоянии, поэтому сегодня я хочу вам поделиться, каким образом я его спасаю, чем я пользуюсь зимой, какими средствами, что мне помогает, что меня лечит. Может быть, кому-то эта информация будет интересна, полезна. Вообще, изначально это видео хотела показать более, знаете, интересно, как многие блогеры делают на своих каналах. Кстати, у меня сегодня шевелюра, ну просто супер у нас на улице, ураганищая, не представляете, какой витрюга на улице. Я пришла домой, мои все волосы просто вот так вот стояли, я их как-то пролизала, чтобы они хоть вверх не стояли. В общем, так, что я говорила. Я хочу, я хотела изначально видео вам показать, знаете, как все блогеры делают, только зеркало, как это все происходит, но, к сожалению, моя квартира этого на данный момент не позволяет. А я простенько вам покажу каждую вещь и просто расскажу. Итак, наверное, давайте начнем с вечера, да. Значит, вот я сегодня накрашенная, на сегодня, на самом деле, у меня почти нет косметики. У меня сухой тональник, губная помада, немножко румян и тушь, все. Как я вечером снимаю свою косметику? Я прихожу вечером, на данный момент я пользуюсь вот таким средством от Number 7. Я его вам показывала в покупках, я его купила в Ирландии. Этот крем мне очень на данный момент нравится, не зря он пользуется популярностью на английском ютубе. Вы на сухое лицо, в которое все в косметике, выдавливаете, сколько вам нужно этого крема. Я выдавливаю три раза. И хорошо-хорошо-хорошо разносите по лицу. Включаете кран очень-очень горячей воды и вот такую вот хлопчатобумажную тряпочку намачиваете. И когда у вас лицо уже все-все, вы его разнесли, этот крем хорошо-хорошо, как называется, впитали в свое... Она не впитывается, разнесли хорошо-хорошо по лицу, вы эту тряпочку прислоняете к лицу. И эта тряпочка аккуратненько-аккуратненько смываете. Косметику смывает, я бы сказала, на 95%, что для меня это на ура. Потому что я еще пока не нашла никакого средства, которое косметику снимает на все 100%. Это после того, как я любым средством смываю косметику, мне нужно еще что-либо. Поэтому это смывает косметику на ура. Я делаю так один раз. Она предназначена для глаз и для всего. Но для глаз я бы не советовала этой тряпочкой очень сильно там мазюкать. Потому что эта тряпочка, она расположена на то, чтобы эксфолиировать вашу кожу. И она для глаз, она просто больно ей мазюкать глаза. Поэтому я аккуратненько просто прикладываю этот крем, прикладываю эту тряпочку. И аккуратненько, 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 как бы самую поверхность туши снимаю. А потом пользуюсь вот этой вот биодермой. Я вам про нее рассказывала еще в прошлом видео, что это мой фаворит. Я не знаю, если до сих пор есть на нее скидка. Но на сайте, на котором я ее заказываю обычно, и хемист, я вам оставлю ссылки SEO UK. Ссылки будут все внизу. Она сейчас по скидке 50%. Эта баночка стоит 5 паундов. С доставкой в Израиле я заказала 2 баночки. Мне обошлось 11,5 паундов, это то бишь 72 шекеля. Я не знаю, если это сайт делает доставку в Россию, но там написано, что доставка по всему миру. Я вообще даже не знаю, какие сайты делают доставку с Россией. Я не знаю, с этим политическим положением, может быть, тоже какие-то сайты перестали делать доставку в Россию. Понятия, понимаете, не имею. Поэтому каждый сайт, что я рассказываю, что он делает всемирную доставку, я думаю, что это очень как бы лично, очень лично в каждом государстве. Заходите и проверяйте. В любом случае, на этом сайте написано. В общем, ссылочку вам оставлю, где я это покупаю. Ей я смываю глаза. После того, как я смыла ей глаза, я беру тоник от Michael Todd. Это вообще мой самый-самый любимый тоник. Очень-очень хороший тоник. Именно для жирной, проблематичной кожи. Он с разными кислотами. HHA. С лимоном. В общем, он такой цитрусовый. Его наношу на такой вот ватный диск. У меня вот ватные диски, вы, наверное, не увидите. Но они вот такие вот не просто гладенькие. Он вот такой вот как бы как решеточкой сделан. Говорят, что они тоже более или менее эксфолируют кожу. Не знаю, насколько это правда. Но стала покупать такие. Это меня в Сониске его заразило такие покупать. В общем, наношу на ватку и уже тогда чищу свое лицо. Все. Обычно этот тоник вытирает всю последнюю кака, что у вас осталось на лице. Он вытирает всю последнюю грязь. Он вытирает все последние именно частички мейкапа. В общем, он вытирает все-все-все ненужное. И после него ваша личка. Мое личка, оно чистое. Тогда я беру вот такую вот водичку. Вообще, я люблю водичку, которая Orange Blossom. Но я не могу ее купить. Она закончилась везде. Она везде во всех магазинах Out of Stock. Поэтому сейчас у меня вот такая вот водичка ромашки. Которая мне меньше нравится. Она пахнет землей. Она пахнет неприятно землей. Но неважно, я пользуюсь какой-либо цветочной водой. Я перешла с термальных вод на цветочные воды. Термальные воды больше я не пользуюсь. И это все благодаря Кате, которая сказала, что термальная вода это все хуфлу. Ну ладно, это лично стало тоже моим таким мнением. Поэтому я пользуюсь вот такой вот цветочной водичкой. И после того, как я протерла лицо тоником, тоник как бы впитался, я беру и просто распрыскиваю по лицу для того, чтобы немножко вернуть влаги своему лицу. Как только я распрыснула этой водой, я не жду, пока она высохнет. Она, кстати, распылитель у меня замечательный. Он мелкий-мелкий-мелкий-мелкий-мелкий. И вода даже никогда не капает. Она, знаете, как становится таким, как пушком на вашем лице. Я сразу беру и наношу такой вот крем под глаза, под зону под глазами. Мой крем это от Kiehl's Midnight Recovery Eye. Пока для ночного крема это один из моих фаворитов. Я не знаю, Оля, что ты по поводу чего думаешь? Ты его один раз нанесла, когда ведь бабла? Он очень густой консистенции. Он белый, абсолютно такой густой белый. Но он отлично-отлично впитывается. Вообще, мне кажется, если чешенство в какой-то холодной стране, даже в России, мне кажется, когда у вас идет зимой снег, что он может подойти как дневной крем. Потому что на моей жирной коже он отлично впитывается. В общем, на данный момент, за мои последние два года поисков хорошего ночного крема, мой фаворит вот этот вот крем. Не знаю, если вы им пользовались, расскажите свое мнение. Но лично мне он очень-очень нравится. После того, как я нанесла крем, я люблю вообще наносить все крема, масла на... Я не просто так пшикаю этой водой, потому что я люблю наносить все, что было немножко на более мокром лице, для того, чтобы это впитывалось все намного-намного лучше. После того, как я нанесла крем под глаза, я беру масло чайного дерева и точечно наношу на все свои нервности. На данный момент у меня их очень-очень много. Я вам могу показать, я не знаю, видите, у меня здесь очень много пятнышек. У меня здесь очень много пятнышек, они у меня здесь где-то есть, здесь вот. В общем, я беру точечно и наношу вот это вот масло точечно именно пальцем. Не беру никакой ватный диск. Я знаю, что многие пользуются не диск, извините, палочка ватная. Но я как-то, не знаю, беру чистым пальцем и просто наношу. И когда это масло наносишь на влажную кожу, то оно очень хорошо впитывается с этой влагой. Оно буквально за 5 минут все впитывается. А знаете, как вы знаете, что это масло впиталось, оно, масло чайного дерева, оно щипет и немножко, ну как горит у вас именно та зона, куда вы его не нанесли. Поэтому он немножко так начинает гореть, 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 пощипает и начинает пускаться это пощипывание. Таким образом вы знаете, что оно уже почти впиталось. После того, как я нанесла масло чайного дерева, я даю ему буквально, ну, подсохнуть. Я вижу, когда уже вот эта пятнушка, которую я нанесла, оно подсохло. Если у меня еще лицо все остальное немножко где-то влажное, то я сразу приступаю к следующему этапу. Если я вижу, что лицо у меня уже относительно высохло, то я опять еще раз беру эту цветочную воду, немножко, немножко совсем пшикаю на свое лицо. И на данный момент мой ночной крем, мой ночной масло, это вот такое вот масло от Пай, это масло шиповника. Я наношу где-то капель 5, потому что тут пипетка, она маленькая. Я обычно не ношу так много капель масла, но тут она как-то очень мало, очень мало капает, поэтому где-то капель 5 таких маленьких капель. Но это каждый по своему усмотрению. И знаете, как Clorans учат, наносишь на руку, растираешь хорошо в руках и вот так вот, вот так вот хорошо вмякиваешь, да, вот как бы, ну, вжимаешь в свое лицо это масло. Вот так вот я его разношу по всему лицу, и это мой ночной крем. У меня есть один ночной крем, но, к сожалению, он мне не нравится, он на мне жирный. Я утром встаю как жирный блин, поэтому я им не пользуюсь, очень-очень редко. Ну, я пользуюсь именно маслами, я уже давно пришла на масла. Летом я пользуюсь маслом от Clorans, вот это вот масло лотуса. И вот зимой это масло шиповника, для моей кожи оно намного более активнее, зимой я пользуюсь им. Оно мне на данный момент во все эти ветра, во эти перепадки погоды очень-очень хорошо подходит. Вообще для моего лица, для моей жирной проблематичной кожи я обратила внимание, что подходят только цветочные масла. Вот лотуса, шиповника, ни ореховые масла, ни макадамия, ни органовое масло мне не подходят. Они на мне очень плохо впитываются и оставляют жирное, очень жирное лицо, поэтому я пользуюсь именно цветочными. Я сначала к нему относилась очень скептически, когда я его купила, но сейчас на зиму оно мне очень-очень-очень нравится. У меня было, знаете, вот такой вот CyHerb от этой фирмы, Aura Kesha, тоже масло шиповника, но оно безумно быстро испортилось, очень-очень быстро испортилось. Поэтому я предпочитаю какое-либо масло, чтобы оно было натуральное, но вместе с тем были какие-то все-таки консерванты для того, чтобы оно так быстро не портилось. Оно просто нереально быстро испортилось, я даже не успела половину использоваться, оно просто протухло, был такой запах ужасный. В общем, я его выкинула. Иногда, когда у меня очень проблематичная кожа, на ночь вместо вот этого вот маслица я наношу вот такой вот серум. Это вообще, девочки, это моя... Вот это вот, ну еще несколько, в общем, все, что я вам сегодня покажу от Michael Todd, это мои самые-самые любимые продукты, которые я покупаю, покупаю и покупаю. В общем, это вот серум Antiox, он называется серум. Он не для чувствительной кожи, несмотря на то, что у меня кожа чувствительная, мне он нравится. Он, ну просто замечательно выравнивает кожу, хорошо ее питает, очень борется со всеми неровностями. Это прям видно, когда у меня все лицо ужасно прыщавое. Я его нанесу, утром просыпаюсь и лицо уже, ну не знаю, в 50 раз лучше. Поэтому просто, когда у меня вот лицо, как сейчас, я им всю неделю пользуюсь, маленькое нажатие, оно идет, и вам нужно совсем мало на все лицо. В общем, супер вещь. Когда у меня очень проблематичное лицо, вот это мой спаситель. Также он очень хорошо на ночь увлажняет кожу. Для меня, тут написано, что можно пользоваться им днем и вместе с кремами разными. Иногда его добавляю в крем тоже от Майкл Тодд, но днем все-таки он такой для меня тяжеловатый. Я люблю днем, я вам уже говорила, я днем люблю крема очень-очень простые, которые ничего, кроме увлажнения, не делают. Ну что, и на этом я заканчиваю весь свой вечерний марафет. Жду, пока это масло все впиталось. Мажу руки и тому подобное, но об этом все не речь. И да, и тогда я иду спать. Теперь давайте расскажу вам, чем же я пользуюсь утром. Я человек, который принимает душ утром. Я принимаю душ утром, потому что я мою голову каждый день. Для того, чтобы мои волосы лежали более или менее нормально, я мою голову каждое утро перед работой. Значит, когда я принимаю душ, я умываюсь вот такой вот умывалкой с медом и, ну как это называется? Медом, медом, медом и овсянкой. Медом и овсянкой. Моя одна из любимых умывалок у этой фирмы. У меня было несколько других, но вот если честно, умывалки у меня у них не очень все нравились. И вот эта нравится больше всех. Я ее умываюсь. Она для всех типов кожи, но она как раз... Ну, написано, что и можно умываться на самом деле вечером. Я умываюсь ей сейчас утром, потому что вечерний у меня есть именно тот, который расположен для снятия макияжа. Умываюсь совсем чуть-чуть под душем. После того, как я умылась, вышла из душа, я наношу на лицо вот такого тоника Тайр. Сейчас он у меня с лимоном. Этот с лимоном уйдет и с алкоголем. Сразу вам говорю. Очень его люблю. Заказала себе уже с iHerb 2. Очень он мне нравится. Его можно купить или на iHerb или на Витакосте. Я покупаю на iHerb, хотя сейчас они, гады, поменяли... Поменяли все, поменяли свою доставку. Она сейчас дороже стала. Очень обидно. Вот, в общем, заказала себе еще одну такую. Очень мне нравится этот тоник. Этот и нравится тоник огуречный. После того, как я нанесла тоник, я опять же беру эту воду, распрыскиваю по лицу. Если я вижу, что у меня есть до сих пор с ночи еще остались какие-то там крутые прыщики, которые не прошли, я опять же наношу чайное дерево. Но это я делаю не всегда утром. Только когда у меня лицо, ну просто мама, мама помоги, как говорится. Поэтому иногда это наношу. Когда, опять же, кожа моя еще влажная на всем лице, я наношу под глаза вот такой вот гель. Гель Eye Contour Gel от припухлости и темных кругов от Clorant. Очень-очень его люблю. Его и люблю тот от L'Occitane, про который я вам сто раз рассказывала. В общем, два моих любимых геля. И после того, как я нанесла крем под глаза, чайное дерево, я даю своему лицу немножко подсохнуть от всего этого. И наношу вот такой вот дневной крем. Это у меня от Michael Todd Citrus Cream Asterizer. В общем, самый обыкновенный дневной крем, хотя тут написано, что он с разными кислотами. Или когда нет у меня его, я люблю пользоваться таким вот кремом от Clorant именно с этой серии. Все крема для дневного использования этой серии мне нравятся и те, которые на лето. Это у меня был джель, который уже закончился, да? Да, почти закончился. Есть и крем, есть тот, который со SPF. В общем, вот эта серия Clorant мне очень-очень нравится именно на день. Просто супер крема. Или вот этот, он мне тоже нравится, но он более тут уже такой, ну покруче. Тут есть разные кислоты и вот эта гелировая кислота, которую никогда выговорить не могу. Но вы поняли, о чем я говорю, та, которая заполняет морщины. В общем, тут очень большой объем, тут 70 миллилитров, его хватает надолго. Ну, в общем, тоже хороший крем, или тот, или тот я наношу. И все, и даю минут 15 просохнуть своему лицу, пока причесываю волосы, пока одеваюсь. И только когда лицо полностью уже впиталось, все-все-все впиталось, я наношу какой-либо макияж. Нужно, чтобы лицо впитало все крема для того, чтобы какой-то эффект питания происходил. На этом был мой и утренний, и вечерний уход. Вот сейчас я вам расскажу немножечко о масках и о скрабах, которыми я использую. Которые, конечно, не пробовала, но хочется попробовать. В общем, люблю я эту серию для проблематичной кожи, но мне она очень хорошо работает. В общем, из-за скрабов, это мой любимый, говорят, что этот скраб чистит поры, и он на основе соды. Он немножко соленый, что поделать, когда умываешь лицо, немножко получается что-то почувствовать, то есть он немножко соленый. Мне он очень-очень нравится, это вообще у меня, по-моему, единственный из скрабов. Нет, у меня еще есть один от Майкл Тодд, но я его больше покупать не буду, поэтому про него я вам не рассказываю. И четыре маски, которые я хочу обратить вашего внимания и вам рассказать про них. Маска от Миши, также корейская косметика для носа, которая чистит черные точки. Лиза, наверное, очень часто про нее рассказывала, и, конечно же, я подалась ее рассказам и тем, что она любит эту маску, и пошла ее купила. Очень она мне нравится. Я знаю, что птица-синица как-то делала, Юля, делала DIY, как можно сделать такую маску своими руками. Если найду это видео, ссылку вам оставлю внизу. В общем, девчонки про нее много-много говорили, и мне захотелось ее попробовать. И уже, на самом деле, она у меня очень-очень давно, я вам, по-моему, сто лет назад про нее и рассказывала. Очень она мне нравится. Она стоит очень-очень недорого, и очень всем советую попробовать. Она действительно очень классно вытаскивает точки из наших носов. Следующая маска, которая у меня уже века, и она мне безумно нравится. Вот такая вот маска от Рен. Это маска, которая возобновляет вашу кожу, для возобновления вашей кожи. Она такая, как желе, как варенье на лице чувствуется. Очень она мне нравится. Это из тех масок, которые точно всегда будут у меня. Я буду ее покупать и покупать. Когда у меня с кожей проблемы, как сейчас, два раза в неделю, я обязательно ей пользуюсь. Потому что она очень хорошо возобновляет клетки на моем лице. Ну, как бы, это прям очень-очень чувствуется. Это такие вот вещи. Я люблю такие маски, такие средства. Когда вот вы пользуетесь, и вы видите реальный результат. Даже этот результат, конечно, мы не ожидаем. Да, нанести маску, смыть и вдруг ты красавица. Ни одной морщинки, ни одного прыщичка. Нет. Но я наношу маску, утром я просыпаюсь. После, конечно, всех своих процедур я вижу, что лицо у меня реально намного-намного лучше. Поэтому эта маска обязательно должна быть в моем арсенале. Следующая маска тоже Innisfree. Это тоже корейская косметика. Я вам тоже пример сказала. На самом деле, это глиновая маска. Ничего особенного в ней нет. Мне кажется, все глиновые маски, они такие одинаковые. Есть это Queen Helen's Eye Herbita, ментоловая. Есть Freeman's, что у меня есть шоколадная с клубникой. Мне присылала Наташа с Москвы. Есть вот эта. Почему я выделила эту? Мне кажется, что все глиновые маски одинаковые. Но. Я вам это тоже говорила. Она обыкновенная, вот такая вот коричневая. Говорят, что она сделана на вулканической пыль, по-моему. Или что-то типа того. Чем она мне нравится, чем она мне привлекает как фаворит из глиняных масок, что она, когда засыхает на лице, она его не стягивает. Почти не стягивает. То есть у вас нет этого эффекта робота. Да, что вы не можете двигать лицо. Нет у вас нормальный эффект. Вы нормально разговариваете. Она засыхает, и вы потом ее смываете. То есть нет этого эффекта стягивания. Что мне в этом не очень-очень-очень нравится. Поэтому она как бы в этом плане у меня фаворит. Но она как бы в принципе обыкновенная глиняная маска. Как и многие другие. И последняя маска, мой фаворит. Именно маска для увлажнения. Вот эта вот маска Авокадо и Манго от Michael Todd. Я вам уже рассказывала, что на мне Авокадо, как ни странно, очень хорошо действует в плане увлажнения. Я обратила внимание это во всем, что у меня было с Авокадо. Поэтому, видимо, и здесь это не исключение. Очень хорошо оно увлажняет мое лицо. Очень я довольна. Это те моменты, когда, знаете, очень холодно, и у меня появляются вот такие вот пятнышки сухие. Я обязательно пользуюсь какой-то маской для очищения, для восстановления после нее вот эту маску для увлажнения. Очень-очень она мне нравится. Очень хорошая. Я вам ее, по-моему, уже не раз советовала. Вот это вот такие вот мои фавориты косметики. Мои такие зимние обязаловки. Что у меня есть, чем я пользуюсь. У меня еще есть несколько вещей, а не много, но есть, которые, может быть, более летние, более подходят мне на данный момент в моем состоянии. Это такая основа. Кажется, как-то всего много, да? Ну да, не мало. В любом случае, мы девочки, поэтому у нас всего много. Надеюсь, я в своем видео кому-то из вас помогла. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Но, девочки, самое важное, пейте много воды. Я обратила внимание, что когда я не пью много воды, неважно, какой правильный уход и как хорошо она мне работает. Кожа моя все равно не ахти. Поэтому нужно пить много-много воды. И самое важное, пить воду с утра. И постараться самое большое количество воды выпить с утра до 4 часов дня, когда наш организм в более активной стадии работает. Поэтому, девочки, обязательно пейте воду. На сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Всем приветики. Привет. Сегодня со мной Оля. Сегодня мы вам расскажем, что независимое мнение о... Охи-та-хи-та.